Добрый день! Приветствую вас, Владимир Тихонович! Так, ну, поподробнее мне расскажите, кто вы есть? Меня зовут Александр, я из Латвии, города Риги. Так, как ваша фамилия? Калныш. Вы по национальности кто? Ну, по национальности я русский, но так получилось, что живу в Латвии. Ну, язык в латышске вам хорошо известен? Ну, так, мы его разговариваем. Дело в том, что я в Латвии жил и там обратился. Угу. У меня духовная жизнь через Евангелие началась в Латвии, город Венспус. Ага. Вам хорошо он известен? Ну, да. Так, сразу давайте договоримся. У вас конкретно есть смысл разговора? Да. У нас все записывается, все выставляется, чтобы вас это не смущало. Угу. Ничего нет. Еще какие-то тайны вы их оставьте на другой раз для себя. Угу. Так, я слушаю вас, пожалуйста. Ну, сперва я вас хотел искренне поблагодарить за ваши огромные трубы, множе мой, во славу Божию. Вот. И хотел немножечко так вот рассказать подробнее, чтобы вести ближе куде его. Это самое. Ну, вот мы... Я живу с мамой, с бабушкой. Вот так получилось, что все отец со мной не живет. Вот. И это самое... Мы читаемся православной, вот, и я крещён православной церкви. Вот. И у нас так получилось, что вот маму с бабушкой знакомы в 91-м году нас пригласили в Пятидесятническую церковь. Вот. Ну, и вот с 91-го года и по сей день мы в эту церковь, как бы, в Пятидесятническую. Гододориге называется Откровение. Вот. Ну, вот я крещён в Пятидесятнической православной церкви. И тут так получилось, что года два-три назад я уже принял в этой церкви крещение. Вот. Ну, вот я вот у вас хотел спросить, согрешил ли я в этом как-то или нет? А вот у вас два глаза. И вы внезапно бы сами себя ослепили. Вы против кого бы согрешили? Ну, согрешил бы, да. Ну, в первую очередь, пострадали вы. А, во-вторых, те, кто от вас зависит, кого вы обязаны допаивать, докармливать. В-третьих, вы даёте дарной пример. Вот вы сейчас говорите, я, там, Пятисятническая церковь, название её поточнее, скажите. Откровение. Откровение. Когда она возникла? Она возникла. Ну, вот стало так вот, это самое, собираться. Люди там стали в 91-м, ну, в 90-м году. Нет, сама организация. Впервые. Где она, в каком государстве возникла? Ну, там, как я читал историю, там был такой человек, Варана, его назвали. Где? Она возникла, он ездил, сам он с Украины, он ездил в Америку, и мы, как бы, с Америки, он принёс это всё. То есть, эту бациллу он оттуда завёз? В каком году это было? Если я не ошибаюсь, в 60-м каком-то. Так. Я буду говорить очень простым языком, я не люблю усложнять, а наоборот. Вот, мы понимаем, что цельное – это голова и тело. Тело отдельно не существует. Голова ещё как-то может что-то. Да Господь говорит, я глава церкви. Колоссианам 1, 18. А тело – церковь. И без церкви, без тела мы не можем вообразить прощения даже никак. Почему? Потому что спасение в теле Господнем. Деяния апостола, 2 глава, 47 стих. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А зачем прилагать, если без церкви? Дальше. Господь не сказал, что я буду творить две церкви. Два тела. Нет. Он говорит, я, 16 глава, 18 стих, Евангелие от Матфея. «Создам церковь, и врата она не одолеет её». Он её создал когда? Ну, все знают когда. В день Пятидесят. И сошёл Дух Святой. Уверовали иудеи. Еленисты из других стран. И дальше вторая часть. Это 10 глава, дом Корнилия, сотникам. Всё. И он не сказал, что пройдёт время, она будет плохая, я её отвергну, и тогда новое буду создавать. Это бред сатаны. Никакой церкви больше быть не может. Она одна. Одно тело, одна глава. И вот это одно тело и одна глава, говорят, а как определить сегодня так много их где-то? Когда я дошёл до того, что без Библии нельзя спасать всё, я обратился в Латвию-Венсполсе в 1962 году, 27 сентября, 17.00. В это время я учился в высшем мореходном училище, на корабле работал. У меня сила, здоровье. А говорят, какая-то беда вас подвигла. У меня наоборот. Мне слишком много было дано. Знания, языков и прочее. Но на душе было неспокойно. Я умру. Работаем на опасном участке. Нам платят гробовые. Ну, то есть смертельно опасный участок. И вдруг я погибаю. И где моя душа будет? А что Бог есть, есть ад и рай, это я знал с пелёнок буквально. Ну, а как узнать, где правда? Я обратился там, где пятидесятники были. Они были объединённы с баптистами. В то время была такая книга, секты, разные секты, как-то называют это, секты и расколы, что ли, называлось. Я данные впервые оттуда узнал. В 1913 году было всего только 130 разных наименований. Вы где-то бы себе маленько щеркали, чтобы вам сгодилось это. В 1913, это 130. В 1930 году уже 300. А дальше данные расплываются на тысячи пошло. Насколько это достоверно, но специалисты говорят, сегодня перешагнуло за 21 тысячу. 21 тысячу. И у всех в руках Библия. И тогда я сразу подумал, ну, определить это невозможно. 22 тысячу я не могу ходить и слушать. Тем более определитель, эталон должен быть в руках. Какой эталон? Библия? Другого эталона нет? Я стал думать так. Господь сказал, «Се, я с вами во все дни до скончания века». Вы в это тоже верите? Но, что он был, когда сказал, и что в момент образования церкви он был, и что он будет до пришествия Антихриста и до восхищения церкви, это непременно. Но где? В первые дни было понятно. Она одна церковь. Если он там не отсутствует, то его нигде нету. Слово Божие истинно верно. Но когда же их 130 было, это уже не подсильно определить. Но в одной из 130 он где-то должен быть. Частей, которые разбились. А я как раз сидел за столом, а стол покрыт был клеенкой клетчатой. И я так подумал, вот клеток много. Но в одной из них, как искать? Я решил тогда сдвигать от 1962 года туда. Вот я, наконец, беру историю, иду в библиотеки, и я считаю, я очень серьезно отношусь к спасению души. Наконец, я дохожу всего три. А мне все дрожит. Ну, какая? Где ее найти-то? Может, она где-то в Болгарии? Как я через границу перейду? Для меня преград не было никогда. Я перейду. Я готовлюсь к институту международных отношений. Я буду в посольстве и уйду за границу. Но не так Бог строит. И, наконец, я спускаюсь ниже, и она одна. А вот эта одна, я узнал ее название, и теперь спросил, а как они понимали, толковали писание-то? А как имена этих людей-то? Мне не надо было одна и название. Мне нужны были люди конкретные. И я нахожу имена этих людей. Я иду в библиотеку, что-то нахожу, что-то выспрашиваю. И, наконец, гляжу, что у этой части, где она есть, это Церковь Христова, второй век, количество имен. Третий век, четвертый, пятый, шестой, и у ней везде подвижники, мученики за Христа. Да, речь идет о тысячах. Первый век, это Игнатий Богоносец. Его львам отдали, антиохийский епископ. Считается по преданию, что это был ребенок, которого Христос, взяв на руки, сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Он умер на арене Рима. У него шесть посланий остались. А дальше, Ириней Леонский, Киприан Карпагенский, Иоанн Златоустый. Я теперь спрашиваю ваших руководителей мысленно. Назовите в 18 веке. А что он назовет, когда его не было? А в 16-м не было. Значит, ко Христу никакого отношения нет, это сумасбродство. Я сразу понял. У церкви обязательно должна быть связующая. И связующая – это епископат. Вот апостолы рукоположили епископов. А эти законные же имя. Почему? Потому что послание к евреям, 7 глава 7 сих, говорится без всякого прикословия. Не надо спорить об этом даже. Меньше благословляется большим. Меньше. То есть майор рукополагается, я образно говорю это, генералом. А генерала может ставить только маршала. А маршала только может ставить сам президент. Вот образно так. И вот это вот рукоположение сохранилось сегодня в пяти частях. Где? Православие. Во всех его видах, старообрящество, где есть священство. Второе – католическое. Римка католическая. Она и от Петра. У православных – от Андрея апостола. Третье – апостолическая григориано-армянская церковь. Она в IV веке у них уже там захватила все. Четвертое – это копты, марониты. И пятое – сирийцы, сирийская. Все. За границами этими нет церкви. Никакой церкви вы не находитесь. Вот. Все остальное – самозванство. Тогда я задаю вопрос. Некоторые не соглашаются. Я говорю, а вы согласны, что государственный закон учитывает состав преступления и по силе преступления наказание дают? Конечно. Я преподаю в университете. Я гриппель, доску расчерчиваю, пишу преступления, наказания. Так вот, дорогие мои, я буду писать не преступления, а только наказания. А вы определите, что там. Десять суток. Ну, что, говорит, матерился где-то или подошел, говорит, не туда, пописал на вокзале там где-то. Ну, правильно. Так, один год. Ну, это посерьезно, значит, украл там пять гусей или что такое. Десять лет. Ну, отец, это знаешь, это то другое. Смертная казнь. Тогда была еще смертная казнь, это не было меморандума. Ну, это как щекотило, не разовое, малолетних, там, насилование. Ну, а выше этого наказания бывает? Да нет, конечно. Ну, смертная казнь, это высшая, так и называется высшая. А вот и не высшая. А что его мертвому сделать? А не надо делать. Пишите. Числа. Запишите себе. Книга, чисел. Четвертая книга. Моисеева. Вторе. Шестнадцатая глава. Это единственное место в Библии. Единственный раз во всей мировой истории говорится, что люди живьем в ад сошли вместе с телами, вместе с имуществом, вместе с женами, с детьми. Я говорю, какое преступление? Ни один не может ответить. Это секта, отречение от церкви. Дафан, Аверон и Кореи. А чем он хуже вас? Вот что. Вот вы отнеситесь к этому очень серьезно. Вы не в церкви. Если это вам понятно, я вам больше не нужен. Вы заходите на наш форум 1500 тем. Если зайдете на наш видеоканал «Во свете Библии», Игнатий Лапкин, там 1540 видеороликов наших. Там все отвечено. Я серьезно отнесся, и я понял, меня Бог избрал. В моем доме многие сектанты, баптисты, Менонит пришел, сейчас магистр богословия, Пятидесятники, субботники стали православными. Священники стали батюшками. А как это вам удается? Никак мне не удается. Это Бог делает. Я никогда не лукавлю. И когда они говорят, вот у вас вот иконы поклоняются идолам. Ну, иконы это не идолы. Я тебе докажу в течение пяти минут. Но о поклонении не сказано. Это вы правильно сказали. О, видите, а у вас мощам поклоняются. Неправильно делают. Но это не смертельно. Почему? Потому что нигде нет указания на это. Но мощи надо похоронить. Написано прах, ты и в прах возвратишься. Мне пишут, говорит, за рубежом, а обо мне три фильма снятые. И он, говорит, как баптисты там уважают в Америке. А он их, говорит, пух и прах разносит. Вот так. Почему? Искренность. Я не стараюсь над вами победу одержать. Мне не надо. Моя задача не спорить. А Александру один раз ответить. Записал. Все. Моя задача выполнена. А ты не принял. Ну, ты не избранный. Все. Мне на тебя обижаться не надо. В Доме Божьем, говорит, есть сосуды в чистом употреблении в поганом. Ты сам себя определи. Если ты избран, ты сегодня же встань на колени с бабушкой, там, с мамой и скажи, Господи, я хочу быть спасенным, а вне церкви нет спасения. Вне церкви никто не спасается. Вне тела как? Ну, палец оторви, брось отдельно. Как мне быть там? Ну, пойти там. Да мне православный не надо. Иди к католикам. А, католики, до инвизиции. Ну, Григорияна Армяне, я тебе реестров пять даю. Вот пять сильных. Я не на... Что только у православных спасаются. Ко мне это не относится. Я показал пять. На пять ветвей пошло. Это исторический момент такой. Но везде эта церковь одна, она одна. На моей одной руке вот они все пять. Не случайно пять пальцев. Это я самостоятельно дошел до этого. Вот у нас еще там такое утверждение. Они тоже говорят, что вот если не крещеный думок святым, вот не говоришь на имя языка, то значит уже как бы далеко от их как бы вега. Я вам отвечаю, что история церкви говорит уже в третьем веке языки прекратились. Их уже не было. Искусственно это только беснование, а не одержимое. Я среди них был. Я у них на капель проповедовал в разных центральных городах. Харьков, Киев, Эстония, там Таллинг. Среди пятьдесятников. Я их знаю. Я не получал языки. У меня не было. Они говорили, вот у нас православный брат. Вот он действительно возрожденный. Он действительно брат. И начался отток оттуда. И тогда мне запретили и против меня энциклику написали, чтобы нигде не давали. Это крещение духом. Это не говорение языками. Это исполнение духом в голове, в сердце, что ты имеешь те же чувствования, которые во Христе Иисусе исполнены любовью, благодатью. Вот люди постятся много. К Антонию подошел сатана и говорит, ты постишься по сколько? Он говорит, по неделе не ем, один раз в неделю. А я вообще не ем. А спишь как? Он говорит, в три дня один раз. А я вообще не сплю. Чего у меня не хватает? А он говорит, смирения у тебя нет. Он терпеть не могу это слово. Вот смиренно-мудрее у сектантов вообще нет. Они одержимые. Смиренно-мудрее. Смирись. Смирись перед этим. Я также знаю, что в церкви делается не так. Сектанты просто скрывают. Вот они встретились. Мы начинаем беседовать. Так у него все есть. Бороды у него нету. У него все позволено. Поста никакого нету. А когда надо, мы объявим. Меня не надо обманывать. Я знаю, как вы поститесь. Со мной они и в тюрьме были. Я их видел везде и всяких видел. Ничего. Это обман. Они не знают. Тут когда у отделенных баптистов начали их исповедать и на брачную жизнь еще только не нашли. Исповеда должна быть. У церкви пять таинств. У нас законное рукоположие священства. И через него Бог делает таинство. Совершает. У нас не просто хлеб преломили, а преломили хлеб и превратилось в тело. Нам подают тело. Нам подают и вино, а кровь. И у нас крещение, восставление греху, а по сектанты нет. Он заговорил на языках грехи прощенные. А еще крещение когда дадут. А Господь говорит через апостола Петра. Они говорят, мужик, братья, что делать? Он показывает три ступени. Покайтесь. Второе. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для прощения грехов. А не для обещания Богу доброй совести только. И тогда получите дар Святого Духа. У вас нет прощения грехов, и вы в грехах и никаком Духе Святом быть речи не может быть. Вот как дело обстоит. Латвию я знаю. И нынче мы будем в Латвию опять ехать. Если вам нужна будет встреча с вашими людьми, вы только в Мэйл.ру зайдите, знаете Мэйл.ру, и у меня попроситесь, друзья. Я тут все время торчу. И на форум зарегистрируйтесь, и вы тут будете знать. И мы там будем где-то, я не могу точно сказать, но думаю, в первых числах июля. мы идем, ну где-то там до 5-го мы должны 5-го выйти уже из Шенгенской зоны. Мы едем сейчас едем в Лаговестнической миссии через Грецию, Португалию, может быть, попадем в Англию, дальше всю Скандинавию проходим и переходим в Прибалтику и возвращаемся в Россию, уходим на север. У меня 38 книг из печати вышло, я еду, во все библиотеки дарю, встречаюсь с русской диаспорой, сейчас назначаются встречи в Санкт-Петербурге, в Греции, во Франции. Ну как бог за, тут мы не знаем. В прошлом году, в 13-м году, мы прошли 130 городовых сел, 15 государств и 6 мусульманских республик. Это чего-то стоит. И когда нам говорят, я не спорю, но когда мы проехали, я подтвердил все, что вы говорили о Чечне, о Дагестане, все правильно, но на нас это не срабатывает. Почему? Сатана заглушен молитвой. За нас молились все. И православные, и католики, и мусульмане, и баптисты. Мы вот буквально как будто по воздуху плыли. И поэтому то, что вам кажется трудным сегодня, а как я могу поверить? А ты просто посмотри, с Дофаном, Авероном и Кореем на Днеадом, хочешь быть, сиди в секте. А корабль Бог построил. Он говорит, создам церковь один раз, не два раза, не так плохая, я заново буду перестать. Это нет, это выдумка сатаны. Я в церкви нахожусь. Вы себя определите. Спорить я не должен. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он просто возвещает истину. Так, вопросы? Еще вот хотел вопрос задать по Писанию. Давайте. Мактейна, 11 глава, 13-15 стиха. Ибо все пророки не закон проектируют не явно. Если хотите принять, он есть идея, к которому должно прийти. Кто умеет лучше слышать, дослышит. Вот как это понять? Это вот... Понять очень просто. Все пророки, которые говорили о Христе, закончили пророчество, потому что пришел сам Мессия. Они о нем говорят, уже не надо пророчествовать. Он явился, родился от Девы, родился на заре этой. Он все, бежал из Египта. Все пророчества, все до одного сбылись на нем. И отныне, не просто я уверен, он сложил руки, силой берется. Многие бегут на ресталище, на стадионе, олимпийские игры, но один получает награду. Ты уверовал? Объяви пост. Милостыню даруй. Оторви от себя даже нужное тебе. Найди нуждающих, так, и дальше, когда ты уверуешь, перед тобой откроется светлый путь, о котором здесь говорится. И Бог это просветит. Вот вы спрашиваете, как понимать? А мне не надо это спрашивать, потому что это уже отвечено. Я открываю, вот у меня вышли книги, трехтомник, полное толкование Нового Завета с откровением, три тома, по 752 странице. Там говорится так, по духу, по силе, Ян Златоуз говорит, он есть Илья. Почему? Он так же находится, как Илья в пустыне, так же бежит от женщины, тот бежит от Иезавели, этот бежит от Эродиада. Он повторяет его путь. Силе и духи Ильи. Если хотите так, то он пришел, но Илья придет перед вторым пришествием. Но евреи нигде не знали, что будет два пришествия Христа, и они не понимали это. Первое, это его рождение, а второе, когда придется у детьми. Никаких третьих восхищений не будет, это обман. Плевелы, пшеница, оставьте расти на жатвы. А сектанты их вырывают за тысячу лет раньше праведников-то. Написано, и я воскрешу его, верующего, в последний день, в 12.48. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава, четыре раза говорится, что верующего Христа воскреснут в последний день. А у сектантов, у баптистов, у всех, у них за тысячу лет, тысячелетнее царство какое-то, это вообще, церковь все это изъяснила, мне ничего не надо придумывать. Поэтому, мои силы направлены на то, чтобы воплотить в жизни это, пророк или я в духе, то есть, похожий на него, с такой же силой, ревностью, с обещением израильского народа. Он говорил, долго ли вам хромать на оба колена, а Иоанн говорит, порождение Хейдины, то есть, он не отвечает, он, это совершенно другая личность. Еще вопросы по писанию есть? еще есть. Давайте. Я простывший, поэтому я не совсем ясно говорю. Третий день. Сегодня уже полегче. У меня Игнатий Тихонович, вообще такое вот, не знаю, от чего, я вот, как по себе вообще, я вот, не знаю, не то, что сказать, что против, свадьб, и торжеств, как-то, меня к этому даже и не тянет, я вот придерживаюсь, как я понимаю, не знаю, хотя вот у вас это самое, спросить, правильно я или неправильно, вот придерживаюсь этого мостописания. Вот, как и Иисус, пытались, так сказать, ну, то ли, искусить, пытались идти вот в Холисею, и вот у написано, это самое, от руки, 20 глава, 28 по 38 стих. Тебе не лучше с той стороны сдать? Я сейчас спрошу, Володя, тогда не будет этот звук отдавать, попробуй, давай попробуй. Туда переместись. Ну, попробуй, может быть, вот так вот, вот отсюда, как бы, подальше от колонок, и я поверну их. Картинку правее. Я сейчас правее, вот сюда, да? Я поверну ее, вот так, да? Да, да. Ну, хорошо. Так, повторите, Александр, еще раз. Ну, 20 глава, 28 по 38 стих. Да. Учитель, мы все написали, что если у кого-то брат, не вешать в жилу, и у кого-то бездетно, то брат его должен взять, его жену, и восстановить семью брату своему. Было семь братьев, первый взяв в жилу. Ну, дальше. Александр, время на это не будем тратить. Вопрос, в чем заключается? Причем здесь это он говорит, да? Дело в общем, у нас Библия православная, ну, православных издательств, синодальная, она имеет 77 книг. У всех сектантов 66, они 11 книг, не канонических отбросили, назвали их апокрифами. А этими книгами пользовались все святые отцы. Они приняты в канон. Сектанты даже не понимают, пользуясь Библией. Откуда вы взяли 64? Это Евангелие. Их было около 20. Это все церковь православная сохранила-то. Какие были, на каких соборах, я вам все это могу назвать принято. И вот подошли ко Христу саддукеи. Я образно так говорю, фарисеи это православные, а саддукеи сектанты. Сектанты все отнимают, а православные лишнее накладывают на это. Мой, там, чистые, нечистые. Но из фарисеев получается апостолы, а из саддукеев нигде никого нету. Они безбожники. Из них только могут быть лютеране, гонители, кальвины и проще. Так вот здесь. Они, саддукеи, признавали только пять книг. Не шесть, а тогда в Ветхом Завете было 39, а на самом деле их 50. А они только пять. Очень легко. И согласно пяти книг они нигде не находились, что у человека есть душа и что человек воскреснет из мертвых. Христос не сказал, ну а как же, давайте почитаем 38 главу языка Иля. Они не признают. И поэтому, беседуя с сектантами, я им показываю на их только канонические, которые они признают. Вы мне сейчас сказали, а я признаю только одно Евангелие от Яна. Я по Евангелия от Яна вам то же самое докажу. Если вы скажете, я одну главу признаю, по одной главе буду доказывать. И вот Господь им тогда и говорит, так, чтобы сначала, маленько назад вернуться, чтобы семь братьев, видя, что все умирают от этой женщины, то уже второй не женился бы на них. Они придумали. Такого не бывает. Да если их семь братьев, семь братьев, родные братья, то один от другого-то рождается, когда разница в возрасте какая была. Она ему уже в бабки годилась бы. Врут они все это. Но Господь это не стал опровергать. Ладно, пусть будет. И он берет по этой книге и говорит, а вы считали третью главу книга «Исход»? Ну да. И он говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Ну и что? Слушайте внимательно. Если у отца было пять сыновей, и троих убили на фронте, и теперь, когда с ним разговаривает, он говорит, я отец двоих детей. Не пятерых, потому что троих уже нету. Но как Господь разговаривал, Иисус Христос разговаривал с ними, он сослался на Моисея. На Моисея. Так вот, Моисей получил от Бога ответ, что Авраам живой. Исаак живой. Почему? Он говорит, я не был Богом, а я есмь, сегодня Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. То есть, они у меня живые, у Бога все живы. В славянском языке есмь стоит. Вот если в других языках, в немецком, там тоже это слово есть, ист. В английском тоже это слово есть, связующее, в сегодняшнем времени, в настоящем времени. А они этого не понимали. И когда Господь им показал, с евреем же разговаривают, они с аудакея, но евреи там, что Бог говорит, я сегодня являюсь, я перевод даю, являюсь Богом, живых у меня, Авраама, Исаака и Иакова. А они умерли, как они живые? Значит, у них есть души, и души находятся в Шиоле, и они не умерли, умереть не могут. И в свое время они воскреснут, и они отошли, они поняли. Я думаю, они вернулись своим учителям и говорили, ой-ой-ой, куда мы залезли-то? То, что я вам говорю, если вы это представите, а я выставлю ролик, и вы своим друзьям, товарищам покажите, скажите, куда мы залезли? Вы дофаново-Веронова племя, а мы хотели церковь сделать лучше, украсить ее по-другому, у нас не будет пьяниц. Вы хорошо надумали-то. А вы помните, когда Ковщик перевозил, Давыд, и он наклонился, и Оза решил его придержать рукой. Ну, волы наклонили, и вот-то, это не игрушка, и Бог сразу убил его. Спрашивайся, о чем он сделал-то? Он не богохульник, А то, что с человеческими силами дело Божие не выправляется. Вот какой смысл-то. И Давыд испугался, и там на гумне оставил, и там он стоял. А там сразу все пошло благословенно, мышей нету, зерна намалачивает в 10 раз больше, Давыд, только бы ко мне перетащить. Вы не знаете, какое благословение будет у человека, который был в стектактах, вот у нас есть люди, и стал православным. Ну, проходит время, он священник, я говорю, скажи, вот ты бы был сейчас, а он уже был проповедник у них, и там бы был и здесь, ты можешь сравнить? Да какое сравнение-то? Да никакого, даже нет. Я хоть у католиков, где бы я ни поехал, я везде принимаюсь. Он немец, принял православие, немец, из Медонитов, это вы на форум зайдите, называется Генрих Фаст. В мою доме обратился преподаватель Томского университета. Вот и все. На основании пяти книг наш Господь Иисус Христос доказал им, что вы неправильно считаете, не понимаете, и когда люди приближались ко Христу, подобные вопросы задавали, это Матфея 22 глава, запишите себе, Матфея, МФ точка 22 двоеточие 29. Он ответил, эти слова вы заучите наизусть. Заблуждаетесь, запятая, не зная Писания ни силы Божьей, вот что вам не хватает. Вы, вы все, которые не православные, заблуждаетесь, Писание не зная. Знать Писание это не означает считать, иначе ее коммунисты знают, и мусульмане бы знали. Понимать духовно, и нужно такое толкование иметь, которому ни одно место Библии не противоречит. То, что я вам говорю, хоть одно место, если противоречит, все это не от Бога. Вот, Христа предсказал Захария в 30 сребреньков оценят цену неоцененного. 30. А если мы заплатили 29, это не Христос, это обманщик. А если 31, не может быть. Захария сказал, за 630 лет менялись цены на коров, на быков, цена раба не меняется, и все. Цена раба, у которого кроме деревянных башмаков ничего нету. И, наконец, она исполняется на Христе, и цена сразу поднялась и пошла. История вот, что нам рассказывает. Почему? Пророчество. И он сказал, что пастырь входит дверью, а дверь это Писание. А вор инии, вопреки Писанию. Я вам по Писанию объясняю. Стихтанты говорят, как будто по Писанию, а они совершенно не по Писанию. Вот субботник ухватился за субботу. Он правильно говорит, но он не понимает сути субботы. Субботу никто не отменял. Но суббота, покой, он наступил в воскресенье. В субботу Господь трудился в аду. Он воскрес в воскресенье. Я говорю, воскрес, но вы меня увидите и радости ваши никто не отнимет. Когда рождается дитя, женщина не помнит себя от радости. Когда? Когда рождается. Когда церковь рождается. Он воскрес из мертвых. И говорит, мир вам. И они возрадовались. Они были печальны. И когда идут во массу, они говорят, а чего печальны? Стихтанты этого не понимают. Суббота, Ветхозаветие наступило в воскресенье. Все Ветхозаветие написано было тенью будущих благ. Вам не надо все это назвать где-то? Есть такое? Тень, тень. Вот возьмите издалека и посмотрите, как под лампочкой ваши пальцы растопырены, широкие. И чем ближе, тем ближе. Они все точнее отображают руку. И когда вы надолели, допустим, на полге, совпала тень. И вот я с сектантами говорю, скажите, а почему у вас креста нету? Так на нем грехи распяты. Но его кровь Христова смыла. Я ничего не могу доказать, но докажу в течение одной минуты. Вы знаете, что без пролития крови нет прощения грехов? Ну да, послание к евреям. Хорошо. А вы знаете, что в Ветхом Завете принесили агнцев? И Христос говорит, спаси агнцев моих. Ну да. А кто такие агнцы? Ну, ягнята, овцы. И что? Господь говорит, это Ян Креститель. Евангелие от Яна 1.29. Посмотрите, запишите. Он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это картина Иванова, явления Христа народу. Агнец Божий. Я говорю, еврейский народ, когда резали ягни, откуда их положили? Ну, как куда? На жертвенник. Значит, Агнец указал на Христа, ягнящая кровь на кровь Христову. А жертвенник на что указал? Куда Христа положили? Ну, куда? К Кресту. Это жертвенник. И когда мы считаем книгу Исход, 30-я глава, он говорит, что и семь дней жертвенник освящайте, и все, что к нему прикоснется, освятится. Так это кровь, не ягненка, палитая. А это кровью Сына Божия, Создателя Вселенной, окроплен Крест. Как он может быть не святой? Стихтанты сразу, но если бы тот Крест, конечно, на Голгофе, мы бы его почитали. Совсем не умно. Я не говорю, дайте мне оригинал Библии, который Матфей своей рукой написал, мы имеем переводы, мы имеем копии. Надо, ну нельзя так совершенно оглуплять себя. Так что, Крест, это знамение. Вот возьмите, допустим, на вас нападают собаки где-то. А вы наклонились палку взять-то? Я не сразу остановился. Почему он битый? И 16-я глава, 20-й стих к римлянам. Говорится, что И сокрушит сатану вскоре под ноги ваши. Я как-то беседовал с сектантами город Караганда у нас есть так в Казахстане. Вот это я говорю, а вы во сне бываете, а там адвентисты, баптисты там разные собрались, что видите сатану? Ну да. И бывает, он на вас нападает? Ой, говорит, как страшно. Ну а как вы от него отбиваетесь? Он мне говорит, я ничего не мог взял, потом взял, вот так перекрестил, он исчез. Я говорю, так вы же не креститесь. Ну вот так во сне получилось друг перед другом-то. Вот перекрести его, и он сгинет. Трудно тебе выйти на улицу, и ты боишься. А ты утром вот так вот соверши крестное знамя на лоб, на чрево, где пуп, правое, левое, это крест Христов. И скажи, отрекай сатаны и всех дел, и у всех ангелов его, благослови мне, Господи. И сатана, если у дверей вся дорога расчищена, он боится имени Господнем. У нас на все есть ответ, потому что перед нами прошли 20 столетий. У нас история. Я вот сейчас с вами разговариваю. Я разговариваю так, как написано в Писании. Я говорю толкование, я разговариваю по святым отцам. Самая главная цель жизни найти ее. А в чем она цель? Спасти душу. Ну а как это понять? Серафим Саровский, у православных есть такое, он говорит, стяжание, то есть приобретение Духа Святого. Это вся жизнь потребуется для этого. Вот в этом есть смысл. И здесь со мной, я когда говорю, со мной Серафим Саровский, я сейчас привожу выдержку из Феофана Затворника, он со мной. Сектант ничего не может взять, у него пустота, он без рода, без племени. Зачем ты, если избрал такой путь? Этот путь, который я показываю, на нем святые воссияли, мученики, умирали за Христа, по порядку все, Киприан Карфагенский, вот там все апостолы, там все в церкви были, все мученики. Вот у меня на нашем сайте, сайт, библейский сайт «Восвяти Библии» называется, «Восвяти Библии». Там 50 книг моим голосом насчитаны. Вы можете взять «Житие святых», «12 томов», «12 томов Иоанна Златоуста», и у вас все это сектантское, как дым улетучится. Тебе надо узнать толкование Евангелия от Матфея. Пятое, шестую книгу открывай. Евангелие от Яна, восьмая книга. Деяния апостолов, девятая, каждая книга по 800 страниц. Он проповеди говорит. Я пошел путем поиска, сжимая к первому веку, и я понял, меня Бог вывел. А почему вас вывел, а других нет? Вот это от меня сокрыто. У меня мама была глубоко верующая, деды с обоих сторон верующие. И поэтому чья-то молитва Бога достигла. Но и я не лукавил никогда. Никогда. Бог меня так провел. Это Он. Боже, моего тут ничего нет. Так. Вот такой вот еще вопрос последний. Откровение Яна Богословия говорится о 44 тысяч избранных, которые не осквернились. Это как понять? Слово не осквернились, понимает буквально, которые не женились. Павел говорит, желаю, чтобы все были как я. Женаты, заботятся о Господе. Женаты. О мирском, как угодить жене. И также женщины буквально понимают так. И это речь идет не о том, как свидетели Югова говорят, это вот там-то, там они будут. Это все бред. Там написано колено, из какого колена, сколько. И когда перечисляется колено, вы там одного колена то не найдете. Оно берется из-под колена, Ефрем. А колена данного нет. А почему нету? Потому что из него Антихрист придет. А откуда это известно? 49 глава Бытие. Дан будет змеем на дороге. Об этом у Еремии слышен храп. Он исключен. Это убого так. Царственным коленом называется колено Иудина. Почему? Из него воссиял Спаситель мира, Иисус Христос. А издана придет Антихрист на три с половиной года. Все ясно. Ну как? Все понятно. Не зря потратили время. Еще вопросы есть какие? Нету. Пока больше нету. Ну до следующего раза. Накопите вопросов 10. А если записывать будете, вы потом проверяете. И заходите на наши форумы. Если нужна будет встреча, вы уже начинайте подготавливать. В Mail.ru на меня выйти в друзьях, и мы обменяемся. А мои адреса везде выставлены. И тогда мы будем знать, где заехать. Город какой у вас? В Риге. О, а в Риге обязательно должен быть. Так вообще вопросов нет. А вы могли бы там народ русский собрать? Да, могу постараться. Свою общину, там какие знакомые, может быть батюшек. Мне разницы нет, какая аудитория. Ну все, пока, Александр. С Богом. Храни вас Господь. Выключайте. Вот Господь дал вещь какую хорошую. Интересно. Думал только, что сегодня день прошел, записи не будет. И тут-то было. Пока говорили, еще один вышел. И сейчас посмотрю, еще кто такой. Опа, куда-то улетел. Куда улетелся-то? Только взял увлечительный посмотреть. А что это такое означает? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok